I have ways of blowing things up. Да, здесь была парикмахерская. Да, кажется, она называлась Андрогин Орландо. Или как-то так. Они не сыскали здесь большой популярности. Оказалось, что местные пролетарии не любят бесполые стрижки. Они даже самого этого слова боятся. В жизни не всегда должно быть место экспериментам. В жизни всегда должно быть место. Ну, хорошо. Дело же не в прическе, а в чувстве уверенности. Что плохого в экспериментах? Их клиентам стоило бы мыслить более прогрессивно. Кому-то... Мои волосы. Я человек простой, вообще не думаю о прическах. Я вот думаю, что с прическами все нормально. Полагаю, тогда были просто не те времена. Она заправляет прядь волос под платок. Что случилось с тренажерным залом? Это был не просто тренажерный зал. Это был боксерский клуб Артемитеп. Общественный проект, созданный, чтобы увести проблемах подростков с пути наркотиков и преступности. А кем был этот Артемитеп? Один хороший человек из Земска. Я слышала, в юности у него были проблемы с законом. Поэтому он решил открыть тренажерный зал. Своего рода компенсация для общества. То, что нужно. Куна, общественный боксерский клуб. Хе. И что же стало с этим... Так. Кстати, да. Ммм. Куна. Она причурится в тусклом свете. Кто такой Куна? Мелкий рыжий гремлин. Любит осквернеть трупы. Ах, да. Вы имеете в виду того парнишка, который ругается как сапожник? Да. Я слышала, как он матерится на заднем дворе. Она выглядит в окно. Сейчас там подозрительно тихо. Кстати, где он? Думаю, для того, чтобы ему помочь, одного тренажерного зала будет мало. По-моему, да. И что же стало с общественным проектом? Тут ничего не вышло. Ничего. Можно даже сказать, что это только ухудшило ситуацию с молодежью в Мартинезе. К какому-то моменту прошел слух, что висящая в зале груша набита амфитаминами. Знать бы раньше. Ладно. Нет, конечно, никто не стал бы хранить наркотики таким образом. В конечном итоге коалиция отменила финансирование и клуб обанкротился. Это было несколько лет назад. С тех пор на площади стало куда спокойнее. А что насчет разбитых окон? Ох, там такая история приключилась, вдыхает она. Была одна компания, которая обещала починить окна в любое время суток. Казалось бы, что могло пойти не так. Оказалось, что на самом деле это предприятие было только прикрытием для незаконного вещания снаф-мелье. Кто бы мог подумать? А что такое снаф-мелье? И они даже хлам за собой не убрали. Перегородили весь коридор. Я понятия не имею, как это одно разгребать. Жаль, что с окнами все так вышло. А по поводу этих мелье не хочется даже спрашивать. Я все-таки... Да ладно, вот так вот. Да, не стоит. Она опускает глаза, а потом снова поднимает взгляд на тебя. Здесь кто-то занимался таксидермией. Я нашел множество чучел животных. Вы имеете в виду господина Феброна таксидермиста? Нет, он в основном занимался тем, что принимал наркотики. А какие именно наркотики? Оставить. Мне нужно знать, какие наркотики он принимал. Это необходимо для моего отчета. Оставить эту мысль. Что-нибудь еще? Я не хочу про наркотики. Я еще нашел какие-то жуткие манекены. Здесь когда-то было ателье, но я уже не помню, как звали главного модельера. Несколько лет дела у них шли хорошо, а потом появились эти защитники прав насекомых. Защитники прав насекомых какого? Ага, ателье выпустило одну коллекцию, в которой помимо прочих материалов использовался хитин. Хитин, по всей видимости, производили в акциденте из крылышек жуков. Вы же знаете, как в акциденте любят раздувать все эти политические движения. Активисты добились закрытия крупнейшего производства хитина, из-за чего цены, разумеется, влетели до небес. Естественно, все самые известные законодатели моды отказались появляться в свет в одежде из хитина. Ателье обанкротилось, не успев даже закончить коллекцию. Позаботил меня. Ну разве у насекомых есть мозг? Разве у него? Они получили по заслугам делать одежду из коллекции. Уже какая-то ужасная идея. Ну ладно, давайте так. Серьезно? Бросают взгляд на подоконник, на котором лежит мертвая муха. Лапки сложны так, будто она завязывает галстук на шее. Ладно. А что за лопасти винтов и лыжи? Их производила одна компания, Sleepstream. После того, как они сменили область деятельности с выпуска винтов на производство лыж, их исполнительный директор ушел в отпуск со всеми деньгами компании. Она опирается подбородком на руку и ухмыляется. Если честно, я нахожу это весьма забавным. Полагаю, он до сих пор шлет привет из своего отпуска в Тулули, Тиуми, Тири, Хашткори или где он там находится. Это же незаконно. Вот взять, сбежать с деньгами компании. Почему его не арестовали? Конечно, незаконно. Но в бизнесе такое случается сплошь и рядом. Кроме этого, Sleepstream все равно теперь в прошлом. Все оставшееся имущество было арестовано приставами еще в 47-м. Понятия не имею, почему эти лыжи и винты все еще здесь. Это всего лишь инвентарь. Зачем за ним возвращаться? Может, из них можно сделать меч? Нет, погоди, забудьте. Это займет слишком много времени. Я нашел странную машину. Fortress Accident. Студия, которая делала радиоигру. Она закрывает глаза, отдаваясь воспоминаниям, которые озаряют ее лицо. Интересные были ребята. Мы время от времени болтали с ними о системах ролевых играх. Однажды я даже видела, как двое из них устроили мордобой, поспорив о Вирале. Когда там уже уровень, кстати, будет? А, прям вот чуть-чуть еще. Ладно. Это неудивительно. Фантазии — вещь серьезная. Человеческий разум словно холст для истории. Они очень серьезно относились к своей работе, даже при их хронически-либеральном подходе к рабочему графику. Слышал, у них закончились деньги? У них произошло как-то авария с резервной копией, да? Авария? Ничего про это неизвестно. Я только слышал, что они закончились деньги, и они не смогли вовремя закончить проект. Что ж пошло не так? Ну, временами я действительно слышал, о чем они говорят. Она смотрит в коридор, будто до сих пор слышит их болтовню во время перекура за защитным экраном. Похоже, они умнили себя историческими личностями, что вершат великие дела. Звучат насмешливо из уст ее все эти фразы. Ну да. Судя по тому, что я видел проект, действительно выглядело очень впечатляюще. Да, но по мере того, как начинали заканчиваться деньги, они стали все больше жаловаться на кептализм. Ну, знаете, на то, что на рынке все так подстроено, чтобы не давать развиваться новым компаниям. И все это в этом духе. В конечном итоге они просто не смогли завершить задуманные. Им не хватило сил и воли на то, чтобы создать что-то поистине историческое. Ну, или чтобы осовремен... Или чтобы вовремя приходить на работу. Направо. Вовремя приходить на работу, это очень важно. Приходить на работу вовремя сложно. Нет, не так. На работу в принципе приходить сложно, особенно если выпил накануне. Действительно невероятно сложно. Очень жаль, что я бы их поддержал. Проект выглядел интересно. Вот так вот. Очко есть, пришло. Не самое мудрое решение. Вы же просто потеряли... Вы бы просто потеряли свое сбережение. Она бросает пару игральных костей на стол. Одна из них становится... У края металлической столешницы. Выпала единица на двадцатигранной кости. Ха. Интересно. А что у нас за задание обновилось? Исследуйте проклятую зону. Спросите речицу о проклятии. Расскажите плейзанцы. Это было, да. Так. Поднимитесь наверх. Постучите в номер три. Это было. Зайдите через восемь часов. Это было. Хорошо. А что мы выполнили? А. Проверьте ловушки. Другая. В подвале нашел ужасное чучело медведя. О боже. Это же легендарный Ревашольский Ice City. Эта история вам точно понравится. Она улыбается и наклоняется поближе, сложив руки на коленях, словно комик, который собирается рассказать смешную историю. Компания принадлежала двум типам с очень инновационными маркетинговыми идеями. Одной из таких идей как раз и был медведь. Давайте спросите, какие еще у них были идеи? Ладно, так какие же еще у них были идеи? На самом деле, помимо медведей, у них была только одна идея. И выбрать самых привлекательных вокруг девочек и заплатить им по 20 сантимов в час за то, чтобы те стояли за прилавком. Стоять за прилавком в данном случае означает завалиться за него с журналом и одаривать убийственным взглядом любого, кто осмелится потревожить. Она отклоняется, осуждая такое поведение. Прямо как во фрите. Я знаю одно такое, работает во фрите кассиром. Не очень дружелюбно. Идея просто гениальна, что же не часто. Давайте вот это про фрите. Да, принимать на работу угрюмых девчонок распространенная практика. К сожалению, при этом ты получаешь полный пакет. Я имею ввиду их прыщавых подружек и бандитского вида бойфрендов, которые слоняются возле магазина. По крайней мере, у Ревашолио Сити был именно так. К тому же у них уже был медведь. Она прикрывает глаза, как будто это причиняет ей боль. А что с медведем-то? Медведь, повторяет она, потирая виски, словно пытаясь избавиться от головной боли. Затя не сработала? Конечно нет. Медведь был просто ужасен. Никто не хотел покупать мороженое, которое охраняет враждебного настроенного суперхищника. И как будто этого было мало, холодильник также не справлялся со всей задачей. Половина мороженого подтаяла и деформировалась. В конечном итоге, компания Ревашолио Сити проиграла ценовую войну с своим конкурентом Глясе 5000, которые продавали карамельный пломбир с фруктами всего за 5 сантимов из обычных холодильников. Уверен, медведь старался как мог. Было очень страшно. Каждый раз, когда я его видел, я боялся, как будто мог в любой момент ожить. Таксидермист, который делал чутила, сказал, что этот медведь был его проводником. Говорят, что встретил его в своих видениях, когда обдолбался диссектантами. Я называл его Мегатерионом. Ого! Мегатерион. Крутое имечко, кстати. Кивает речица игральных. Да-да-да, Великий зверь. Что значит Великий зверь? Это воображаемый зверь, который ведет нас по жизни. В основном заставляет тебя принимать все больше и больше наркотиков. Мудрый и благородный зверь, что отведет тебя в страну, где улицы вымощены наркотой. Мне ничего сказать про наркотики. Хорошо. Понятно. Но вам действительно не стоит их принимать. Кивает речица игральных костей. В конце концов, вы же полицейский. Спасибо. Что ж, теперь вы знаете историю падения этой империи мороженого. Завершая свой рассказ, она выглядывает немного печальной. Пылинки кружатся в лучах утреннего света. Ее взгляд рассеянно следит за этим хороводом. Пятна света под окном сияют, словно тлеющие угольки. Снаружи светло, свет рассеивается, проходя сквозь низко висящую облачную завесу. В любой момент может пойти снег. Что-нибудь еще можно рассказать о каком-нибудь провальном предприятии? Я здесь давно. Домофон. А, да, она потирает лоб. Платок оставил на смуглой коже едва видную полоску. Надеюсь, вы не пытались звонить мне? Думаю, ни одна из кнопок домофона не работает. Включай мои вещи, не пытаюсь. Я все еще пытаюсь подключить домофон. Прошу прощения за неудобство. Тогда кнопка без таблички... Тогда кнопка без таблички на домофоне должна быть принадлежит ей. Говорите, кнопка без таблички на домофоне ваша? Все верно. Я там пока даже имя свое не написал. Как я уже сказал, сейчас эта кнопка все равно бесполезна. Она пока не работает. Я хотел спросить про танцы в тряпье. Этот кафетерий выходит в один комплекс вместе с вашим зданием. Можно это сказать? Оба здания построены в одно время в рамках проекта торгового центра Восточная Дельта. Поэтому в домофоне можно встретить и танцы. Хотя сомневаюсь, что кто-нибудь возьмет трубку. Если танцы часть этого здания, значит они часть проклятой торговой зоны. Значит тьма и то место дотягивается туда. Табличку зал пинбол автоматов Восточная Дельта. Да, здесь когда-то был игровой зал автоматов. Но они прогорели еще в древности. До того, как я начал здесь работать. Хотя в этом нет ничего удивительного. Мой совет. Она поднимает указательный палец. Не пытайтесь основать бизнес на повальных увлечениях, которым публика вскоре потеряет интерес. На гипнотизме, фотографии, флореографии, триктраке и особенно на пинболе. Согласен. Поддерживает лейтенант хуже всего пинбол. Я позвонил в компанию СКА Слипстрим и произошла странная вещь. Мне ответили. Кажется, она тебе не верит. Не может быть. Этой компании здесь больше нет. Уже несколько лет. Уверен, что звонили в СКА Слипстрим? Вам ответила женщина? Может быть это была плиззанца из книжного магазина? Я с ней знаком. Я узнал бы ее голос. Та женщина сказала, что она из Трисентинал Электрикс. Трисентинал Электрикс. Спустя мнение она узнает это название. Сто лет назад это была крупная электрическая компания. Уверена, что над вами детишки не прошутили? Погодите, мы что, реально могли говорить с призраком? Для раза крыша слишком уж правдива. Разве что опытная актриса... Разве что опытная актриса-то была. Чем бы это ни было, сохраняя хладнокровие. Возможно, лучше признать, что это была безобидная шутка. Вы правы. Нет, тут что-то другое. Возможно, это была какая-нибудь редкая неполадка в электросети. Может, все-таки шутка. Это, кажется, более вероятно. Современные дети качают ногу. Мне бы... Мне ведь тоже когда-то были... Мы ведь тоже когда-то были детями. Теперь они нас терроризируют. Никакой солидарности. Ладно, еще пара вопросов. Домофон. Нет, по домофону мы уже все спросили. На самом деле я хочу поговорить о другом. У меня есть еще вопрос по поводу этого здания. Нет, нету. Трепет. Почему ее предприятие осталось на плаву? А, трепет. Хочу ли я тут качать трепет? Погоди, ты где вообще? Сила воли, стойка. Координации, спрятие, техника. А, вот, рядышком совсем. У меня он вообще не прокачан, кстати. Трепет. Почувствуйте дорожную, старайтесь на городскую волну. А черт с тобой? Поехали. О, это ты опять. Ты looking for a dye? По вопросу здания хочу спросить о другом. Почему-то у меня не всегда прокручивается. Хорошо, поехали. Получилось. С первого раза. Круто. Паром холодный, ветра выдергивает, вырывается из дымохода. Камни и минералы на полках беспокойно дребезжат. На какое-то мыкновение тебе кажется, что ты находишься снаружи здания посреди всей этой непогоды? Не. Проклятие на самом деле существует. Я понял, почему оно обошло. Это всего лишь теория, но я хочу, чтобы вы меня выслушали. Мне кажется, я знаю, почему ваш бизнес остался на плаву. Вы эти тоже обсудили, разве нет? Спрашивает она, в то время как ветер продолжает задувать сквозь щели старого дымохода. Все потому, что вы находитесь в другом здании. Технически ваше здание не является частью проклятой торговой зоны. О чем вы? Качает она головой. Я нахожусь по ту же сторону Рюдесингислен, 10. По тому же адресу. Нет, располагающуюся здесь старую угольную электростанцию поглотило другое предприятие. Даже руин не осталось. Однако он имел совершенно другой адрес в самом сердце этого города. Здесь раньше была угольная электростанция. Ты прикасаешься к защитному крану. Вы находитесь в дымоходе другого здания. Бред какой-то. Она озадаченно озирается, оглядывая гнездо, которое здесь свило. То есть вы хотите сказать, что мое предприятие выжило только из-за технической детали. Откуда вы это взяли? У меня свои методы. У вас совершенно другой адрес в самом сердце этого города. Это же логично. Здесь ветрено. Вы, видимо, дымник не закрыли как следует. У меня свои методы нестандартные. И что? Значит ли это, что моему предприятию ничего не грозит? Отправа у них не... Будьте уверены, что вам здесь не страшно. Вот так. Она смеется, трет лицо пальцем, прогоняя усталость. Что? Вы знаете, что это? Она поднимает руку, демонстрируя полоску металла, сияющую на указательном пальце. Счастливый амулет, семенинский оберег. Похоже, обычное украшение. Я пришел сюда только на украшение. Это кольцо скорби, отвечает она. Я сделал его, когда моя первая компания обанкротилась. Это был небольшой ювелирный магазинчик прямо здесь, в торговом центре, восточная дельта. Я вложил в него всю ту небольшую сумму, что унаследовало от родителей. Предприятие не продержалось и года. У меня не было даже маломальски жизнеспособного бизнес-плана. Вот видите, проклят. Зачем вы мне это рассказываете? Но дело не только в ювелирном магазине. Я всегда считал, что мир таков, что нужно пытаться снова и снова, пока не добьешься успеха. И что же? Появляетесь вы. Она закрывает глаза и говорит, что все беды от того, что я выбрал не то место для моего магазинчика в своих начинаниях, всего-то нужно было обосноваться здесь, в промозглых глубинах заброшенного дымохода. Да не то, чтобы уж промозглые вы тут уютно обустроились. Да уж, она смотрит в окно и не слышит твоих слов. А может на самом деле проклят весь мир? Здесь так зыбко. Ничто не идет так, как хотелось бы. Вот почему людям нравятся ролевые игры. Ты можешь быть кем угодно. Можешь начинать все сначала, пробовать снова и снова. Хотя даже в броске игральной кости есть что-то жестокое. Как будто каждый раз, когда бросаешь кость, что-то исчезает. Альтернативное развитие событий или совершенно другой мир. Она берет со стола пару игральных костей и рассматривает их на свету. Новая мысль. Никаких гарантий. Как бы то ни было, спасибо, что поделились своей теорией офицера. Она устала улыбается. Уйти. Надо будет как-то разобраться в новых мыслях. Гарантия. Желательно бы еще подкопить очков, навыков. Но у нас постоянно находится на что их потратить. Пойдем с Плиззанцией поболтаем. Погоди, хочешь нам и поговорить? Темно. Фонарик нужно держать в руке. Да, подтверждатель. Может считаться это особенность нашей вселенной. Чтобы использовать инструмент, его нужно взять в руки. Это многое объясняет. Те, нахер, ага, приступим. Я забыл, что я даже не могу передвигаться без фонарика. Так, а сюда я могу вернуться? Нет, мне нужно... Хорошо, давайте я выйду через внешнюю... Там, через подвал. Зайду через внешнюю дверь, поговорю с Плиззанцией. Это очень интересно, как здесь все получается. Надо как-то попробовать связать... За Костя, кстати, заплачу 7. Надо будет вернуться за ней. Мне интересно, как, что это... Пойдемте, скажем, что никакого проклятия не существует. А, и еще, знаете, что интересно? Сила воли. Мне нужна сила воли. Я хочу еще раз попытаться поговорить с... Слипстрим. Хорошо, учтем, что нам еще нужен один поинт на силу воли, чтобы сюда сунуться. Что у нас там по поинтам? Треть. Треть. Треть уровня. Хорошо. Уровни, в принципе, набираются нормально. Не буду жаловаться. Задания выполняются, уровни набираются. Мне нужно пролетарку найти. Интересно, где она? Хорошо. Я пообщался с сущностью, о которой вы говорите. Ее зовут Ния. Она занимается изготовлением игральных костей. Изготовлением игральных костей? Глаза крыльяются? Ну же, не томите. Зачем ей кости? Какая-то особая магия. Иногда пользуются бараньими... Иногда используют бараньи... Таранные кости. Она совсем не колдунья и не зловредная сущность, а? Предпринимательница, как и вы. Вот так вот. Вид у нее разочарованная. Ничего не понимаю, раз ты не она. Тогда что же является источником зла? Как она объяснила проклятие? Прежде чем что-либо сказать, спроси сама себя, сможет ли эта женщина вынести правду? Да, по-моему, она слишком погрязла в этом. Картину мира, на которую она опирается, пора разоблачить. Она слишком сильно сжимает кулон. На ладони выступила капля крови. Только не говори, что у тебя вообще нет ответов. Неопределенность ее убивает. Она говорит, что проклятие не существует. Слишком много исключений. Источник в материнской... В мастерской? Честно сказать, у меня пока нет ответа. В Мартинезе хозяйничает другая еще более сущность. Возможно... Вот, она говорит, что проклятие вообще не существует. И я тебе это тоже говорю. Вот есть женщина громкая и на смешную фыркает. Пф, много исключений. Это вообще что такое? Хочешь ее убедить? Удачи. Некоторые могут чему угодно подобрать объяснение. Хе. Да. К сожалению, в мире много таких людей. Ну вот, исключения. Это ваш бизнес. Дела у меня идут не так хорошо, как кажется. Она сжимает кулон. Мне остается лишь благодарить Семенинские береги за счету. Как я сказал, она речится игральных костей. Она уже давно успешно ведет дела. Верно. Ведь дела ее рук энергетические паразиты. Подпитывающиеся проклятия... Подпитывающие проклятие кожу... Эмм... Расслечут красные пятна. Гляжу, вы стали жертвой ее манипуляций, детектив. Расследование окончено. Остается надеяться, что от того, что вы там побывали, не стало еще хуже. Семьдесят. Круто. Хе-хе-хе. Она прячет кулон под блузку и подытоживает. И на том спасибо. Прошу купить все-таки книги, либо ступайте своей дорогой. Иначе с самого начала и быть не могло. Она слишком уж... Она слишком уж витает в своих фантазиях. Ну, кстати, да. Жаль, что нам пришлось так разочаровать вас. Она поворачивает к тебе. Теперь мы можем идти. Магазин, в котором ты находишься, вдруг начинает казаться древним. А воздух влажным и расслоенными за... Приобреженной атмосферой. Книги постепенно превращаются в труху. Это... Пристанище настоящего холода. Холод властвует 1200 метрах отсюда. На побережье темный силуэт церкви отражается в воде. Манит. До свидания. Получается... Все. Завершено. Да, круто. А что это у нас? Найдите морала криптозаолога. Это мы тоже завершили. Так. Пойдемте. Пройдем, наверное... Сколько у нас там был шанс? Сейчас посмотрим. И уже 11. 11. Уже можно в библиотеку познать. Уже 11.08 даже. Что там нужно было? Сила воли нужна была. Оу. Не то. Уйти. Если мы качнем силу воли... У меня довольно много. Держите себя в руках. Сохраните боевой дух. Принять. Все. Сохраняемся. Пробуем. Посмотрим вообще, какие наши шансы. 92! Отлично. Отлично. Чтобы она там не говорила, это не может ранить тебя. Теперь ты совершенно другой человек. Ты сильнее, здоровее. И... Ну ладно. Пусть не здоровее, но ты так... Проспиртовал мозги, что совершенно не помнишь свои прошлые отношения. И это определенно хорошо. Забвение твой туз в рукаве. Позвоню еще раз. Нажать на кнопку. Кнопка домофона нажимается всегда слышным жужжанием. Ты ждешь, когда она возьмет трубку. Снаружи холодно. Слышно, как ветер задувает микрофон. Снова слышны помехи. Они что-то тихо шепчут тебе, словно ракушки прижатые к уху. Да, здравствуйте. Это... Трисентинал Электрикс. Это тот же голос, что и раньше. Хотите подать заявку? Когда мы с вами в прошлый раз разговаривали, произошло недоразумение, вы не с кем... Хочу поговорить с вами. Господи. Снова этот негатив. Расслабься. Дистанцируйся. Не ждите трубку, я хотел объясниться. Не успеешь ты закончить... Закончить предложение, как голос продолжает. Это ты! Боже, я не думал, что снова услышит твой голос. Погоди, она... Подождите, почему вы повторяете эти слова? Вы ведь уже говорили во время нашей прошлой беседы? Мишель, пожалуйста. Да... Даже дыхание, даже то, как срывается ее голос, когда она заканчивает предложение, звучит точно так же. Зачем ты звонишь? Не понимаю. Тебе не было столько месяцев. Продолжение, я думаю, тебе все равно. Уже ли это шутка? Минуточку. Это может быть запись? По-вашему, вводи в заблуждение офицера полиции. Так, да, простите. А, да прекратите же. Перестаньте это повторять. Не важно, что я скажу, вы все равно будете повторять одно и то же, да? Голос не отвечает, но ты слышишь, как она дышит. Ветер снова задувает микрофон, отдавая всем этим... Отдаваясь эхом в потрескивании. Все, теперь можем поговорить. С того момента, как я начал здесь работать, все изменилось. Я будто начало с чистого листа. Пора молчать. Хорошо. Хорошо, что я могу наконец забыть... Хорошо, что я наконец могу забыть тебя. И вот у тебя сняет. Вы всего лишь запись. Да, то, что я говорил, что это запись. Она снова пытается не заплакать, и у нее снова это не получается. Ее тихие всхлипывания кажутся древними и далекими. Как будто ее голос записали на старый восковой цилиндр. Все лишь запись, я это думал. Почему я все равно чувствую себя виноватым? Ее звуки распространяются в помехах, характерных для международных звонков. Время от времени ты слышишь людей, которые разговаривают где-то очень далеко, но слов разобрать не можешь. В прошлый раз, в этот момент, ты положил трубку. Но запись еще идет. Слушать дальше. В офисе звонит телефон. Старомодная мелодия. И кто-то подходит, стучит облуками. Все звуки словно теплым одеялом укрыты помехами. Не слышите? Никто не отвечает, но помехи нарастают, словно дождь шумит. Затем тебе отвечает женский голос совершенно другой. Прекрасный и какой-то всемогущий. Мысли копошатся в твоей голове. Три сотни лет я здесь. В непостоянстве и отблесках света. Я состою из натрия и дождя. Хочешь меня найти? Я на пляже. Танцуем как последний раз. Что ж. Вклинивается лейтенант. Смотря на фон. Странная чужеродная мысль уходит. Это была запись. Зацикленная где-то в схемах. С незапамятных времен осталось от кого-то... От какого-то арендатора. Такое иногда случается. Может закончим с этим? Нас еще ждут другие тайны. Со мной только что произошло нечто странное. Не поймите меня неправильно, но... Все это небольшое время, что мы работаем вместе... С вами постоянно происходит что-то странное. Так и есть. Ладно. Джойс, Андре, Ким... Ну, хорошо. Тут больше ничего нельзя сделать. А я могу поговорить с ней и сказать, что это была запись. Будет ли у меня вообще вариант диалога насчет записи или нет? Мне кажется, что должен обновиться диалог. Сейчас посмотрим. Пойдем сейчас позвоню в библиотеку. Пойдем, наверное, узнаем... О чем мы пойдем узнаем? Ладно. О, это ты снова. Ты смотрел на него? По поводу... Так, на самом деле нету. По поводу этого здания. Так, так, так. У меня есть вопрос по поводу домофона. Мне ответили. Это была не презенция, если хорошо знаком. Та женщина. Продолжить. Продолжить. Правда, вероятно, просто кто-то пошутил. На самом деле, загадка СК Слепстрим может заключаться в том, что это запись. Я звонил туда еще раз и услышал абсолютно то же сообщение. Зачем использовать в качестве сообщения для домофона какую-то древнюю запись? Это же бессмысленно. Мне все еще кажется, что это была всего лишь чья-то шутка. Я бы все-таки поставил на неполадки в электросети. Я слышал о подобном, да еще в таком странном здании он оглядывается по сторонам. Да, хорошо. У нас появилась новая реплика, но не то, чтобы она была прям важная. Ну, ладно. Погодите. А тут комната, которую я пропустил, но там ничего нет. Ладно. Уходим отсюда. Пойдем к нашей Кинеме обратно. Это очень странная и очень интересная серия. Все-таки что-то мистически таинственное. Постоянно наклевывается, но вроде как постоянно не получается. Не знаю. Мне нужно найти пролетарку. Мне нужно найти пролетарку. Мне нужно... Даже не знаю. Ладно. Убираем фонарик. Куна сейчас нету во дворе, да? Нет, он во дворе, но он притих. Я не могу с ним поговорить. Ничего, что я могу предложить тебе, Куна? Так. Ладно. Я не могу с ним поговорить ни о чем. Не знаю, почему. Я так понимаю, что выход на крышу, это то, что сейчас мы будем делать. Нам нужно будет говорить... Я уже потратил сколько? Два-три очка навыков. И мне нужно еще одну. Так что пойдемте. Куприкинему. Во-первых, библиотеку. Убираем 57, как могу я идтиbstиди? Так, 41 sad, да. Публичная библиотека. Да, мелочек, офицер. Центральная публичная библиотека Джемрака на проводе. Я сказал библиотекарю, что вы звоните. Соединение через две, одну... Центральная публичная библиотека Джемрака. Центральная публичная. Слушаю вас, отвечает мужчина, библиотекарь. Чем вам помочь? Я хотел получить любую информацию, как возможно, о вашем читателе по имени Бил Межан. Билли, Билли Межан, говорите. Минуточку посмотрели в архиве, а он опускает трубку. На Миро Драйв в центре джемрака в темном холле, залитом оранжевым цветом, ламп вдали от внешнего шума мужчина средних лет вбивает команды в радиокомпьютер. На стол падает распечатка, за ним одинаково одинокий посетитель рыскает по пыльным полкам в поисках книги. Да, алло, вы еще там? Ты слышишь, как он возится с распечаткой. Я нашел домашний адрес Билли. Это подойдет? Увы, телефона нет. У них нет денег на обслуживание телефона. Да, адреса достаточно. Пожалуйста, Рюде Сенгислен, 33Б, квартира 20. Кажется, это в Мартинезе. Тут написано ЖК Кейпсайд. Все. Это там живет курильщик на балконе, верно же? Еще что-нибудь известно? Тут написано, что последнюю книгу этот читатель вернул несколько дней назад, но я тогда не работал. А вы знаете, кого кто работал? Мари? Он закрывает трубку ладони и кричит куда-то назад. Мари, помнишь читателя по имени Билли Мижан? Он вернул дайча книгу Тибо. Ты слышишь, как издалека кто-то отвечает? Так, это была моя коллега Мария. Снова обращается в библиотекарь в трубку. Она говорит, что книгу вернул муж Билли. Он же запросил новую научную фантастику Лос Радио, город 87-го, но у нас ее пока нет. Хорошо, у тебя есть имя. То есть Билли Мижан это женщина, не мужчина? Откуда ваша коллега знает, что это был ее муж? Мари знает Билли. Она работает тут только дольше меня. Иногда за нее возвращает книги муж. Знаете имя мужа? Нет, простите, Мари знает только в лицо. Может выглядеть, как описал муж? Мари, проходит несколько секунд. Говорит, это мужчина в годах и говорит, когда они в последний раз виделись, он явно выпил рюмку другую. А что он был одет? Секундочку, он библиотекарь снова отворачивается от телефона и передает вопрос. Простите, Мария не обратила внимания. Спасибо. Рад, что смог помочь. До свидания, офицер. Кладет трубку, звонок с тихим щелчком. Так. Ботинки? По-прежнему нет. Хорошо, до свидания. Про ботинки нам до сих пор ничего не известно. Итак, отправляйтесь к Белли Мижан, чтобы сообщить плохие новости. Она живет в 20-й квартире, жила дома на севере. 20-я. Супер. Хочу ли я прямо сейчас к ней пойти? Я, кстати, здесь искал. Ну ладно. Белли Мижан. Ну, пожалуй, да. Мне нужно с ней поговорить. Я бы еще поговорил, наверное, с Джойс, пожалуй. Так. Ну, пойдем. Кстати, возможно, тут у нас в здании что-то добавилось. Кто знает. Наверное, я разговор со свидетельницей оставлю на вечер. Мне кажется, это было бы логично. Хотя, кто его знает. Так. Вот этот подъем наверх на балкон. Да, там так и написано. Балконы. Это не вот эта дверь? Что здесь написано? 20. Номер 20. Потертая коричневая дверь. На табличке виден номер. Вкусно пахнет. Луковый суп. Лейтенант жестом предлагает тебе постучать. Соберись. Такая у тебя работа. Чего нам ожидать? Вы правы, давайте поговорим. Он смотрит на дверь квартиры и немного понижает голос. Ты слышишь о двери? Чьи-то тихие шаги. Прогноз погоды на день, который передают по радио. У нас есть данные предварительного опознания. Судя по всему, покойный супруг Билли Межан. Мы должны это подтвердить, а также сообщить Билли о смерти мужа. Сообщить о смерти всегда непросто. Недаром это часто считают самой изматывающей частью нашей работы. Поэтому обычно этим занимаются в парах. Вы будете говорить, а я наблюдать за реакцией. Если будет необходимо, вмешаюсь. То есть, можешь мне посоветовать, как сказать, что он умер? Главное, не говорите. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете, потому что это не так. А что... Что, если не хочу этого делать? Да, это сложно. На мгновение он бесстрастно смотрит на дверь. Но простого способа сообщить такое нет и быть не может. Это должно произойти и чем скорее, тем лучше. Ладно, готов. Поехали. Да, кто там? Раздается голос из-за двери. Кто-то делает радио потише. Посмотреть сначала на лейтенанта. Он коротко и добре очки кивает тебе. Здесь живет Билли Межан. Это полиция, откройте. Полиция? Минуточку, минуточку. Слышишь шум в квартире. Она нервно прибирается. Заходите, открыто. Она открывает дверь. Ох, такая себе работенка. Я же правильно понимаю, это пролетарка? Под кроватью спрятана пустая пачка из-под сигарет Красная Астра. Сигарет той же марки, что найдены мусорные очки рядом с погибшим. Это важно. Она заклеена старыми выверисками из газет. Неужели занески не по карману? Они очень бедно живут. Упаковки с макаронами. Гуманитарная помощь. На плите греются остатки какой-то еды. Здесь пахнет гречкой или луком. Здравствуйте, детектив. Да, здравствуй. Слушай, я сначала все осмотрю, извини, пожалуйста. Нарисованная мелом шоколада, на которой отмечен рост ребенка в разное время. Так, учебник для старших классов, математика, в основном тригонометрия. Со странной бодростью тикающие часы. На стенах истят плакат современных поп-звезд. Ну что ж, поехали. Да, это пролетарка. Это вы. Это вы были у книжного стенда. Какое-то мгновение смотрит на вас с кимом. Словно оценивая, наконец-то и удалось взять себя в руки. Она знает, что ты здесь из-за ее мужа. Ой, я же забыла представиться. Я Билли. Налить вам попить чего-нибудь? Она кидывает с грядом кухню. Чайку, лимонаду, кофе. Все вышло. Лейтенант сняла запотевшие очки и через очень сосредоточено протирает их носовым платком. Ты тут сам по себе. Конденсация от того, что вы пришли с улицы. Спасибо, мне ничего не надо. Что, опять Виктор набедокурил? Благоверный мой, если надо его из участка забирать. Так я схожу. Она замолкает, пытаясь прочитать у тебя в глазах ответы. Следите за собой. Язык, тело не должно выдать твои намерения. Простите, что я всю языку онмелю. Она встряхивает головой и пытается рассмеяться. Виктор, то и тело что-нибудь... Во что-нибудь вляпывается. Так чем я могу служить? Довольно высокий шанс на эмпатию. Может, немного поболтать прежде, чем... Я заметил, что вы что-то готовите. Есть-то надо. Она беспокоен потирает руки. В чем дело? То, что вы... Это что-то вдруг... Что это вдруг простряпню? Здесь живет со своим мужем? Я, Виктор, да, детки кивает. Она у нас две дочурки, Дженни и Джоли. Сколько вашим дочерям? Джоли 16, Дженни 18. Стукни через месяц. Куда все девались? Девчонки и подруги пошли ночевать, а Виктор отлучился. Она заметно сглатывает. Он до сих пор не вернулся домой? Нет, она замолкает. Что, у вас новости есть? Вам известно, добрался ли он до... Так, вы занимаетесь... Как называется библиотека? Я должен вам сказать кое-что. Она скрещивает руки на груди. Блин, эмпатия. Погодите. Погодите минутку. 42% шанс. Давайте я попробую стриггерить это. Неудача. Ладно, минуту. Один разок пришлось перезагрузиться. Сработал триггер на эмпатию на 42%. Потому что, мне кажется, это здесь важно. Тебе не впервые этим заниматься. Главное, не теряй концентрации. Мне что, просто взять и выпали? Мне очень жаль, что приходится такое говорить. Но вашего мужа Виктора Межена... Вашего мужа Виктора Межена... Нашли мертвую на пирсе Мартинеза. Она, не понимающий моргать... Что вы сказали? Как шип в сердце сквозь... Кровь замирает в ее жилах. Ваш муж Виктор Межан умер. Примите мои соболезнования. Оу, она касается шеи. Ее глаза бледнеют жемчужинами в морской воде. Оу, повторяет она. Но он совсем недавно... Она глядит на кухонный стол, где в пепельнице еще остались два окурка. Он совсем недавно был здесь живым. Мы понимаем, что для вас-то огромное потрясение. Знаете, что мы с напарником... Он показывает на тебя. Готовы ответить на все ваши вопросы. Не спешите. Как это случилось? Она поворачивается к тебе. Ее шея и лицо покрываются красными пятнами. Двойной подбородок дрожит. Пока еще рано говорить. Но на первый взгляд выходит, что он поскользнулся и ударился головой. Был пьяный? Мы пока не знаем, сообщим, когда получим результаты. Ясно. Она подается назад, словно пытается вообразить себе картину. И вы просто нашли его. Он валялся на улице. Сколько же он там лежал? Если ты скажешь, может, пару дней, то это навсегда отпечатывается в ее памяти. Сейчас сложно сказать. Она моргает, и в ее глазах наполняются слезами. Она пытается нашарить что-то в карманах платья. Платок. Дать платок лейтенанта? Хочу ли я этого? Ладно. Слабая, испуганная улыбка появляется у нее на лице, и она берет платок, чтобы вытереть слезы. Похоже, она совершенно растеряна. Вы можете кого-то к вам... Вы можете кого-то к вам позвать? Подругу? Родственник? Кого-то, кто с вами посидит? Нет. Нет. Шумно выдыхает она мне. Ведь еще девочкам надо сказать. Он вдруг со свистом вырывается из ее легких. Жжет словно кислотой. Это что-то нереальное. Господи, позвонить им, что ли, сказать, чтобы шли домой? Нет, через день. Нет, выделите себе день, чтобы прийти в себя. Завтра, когда они вернутся, вы будете готовы. Да, наверное, так. Правильно. Спасибо. Она кивает, но лицо ее сдержано на гримасы горя. И скажу, ну... Скажите, а что мне дальше делать? Где он? Хоть взглянуть на него можно? Мы забрали его в городскую моргу. В ближайшее время с ним свяжется... С ним... С вами свяжется коронер, чтобы устроить похороны. Вот его номер, если вы захотите раньше с ним поговорить. Сработано славно. Она дает ей карточку, на которой указан телефон морга. Скажите, РГМ, что еще... Скажите, РГМ может чем-то еще помочь вам? Нет, я позвоню, если что-то надо будет. Я еще... Пока она отрет лицо, пройдет пальцами по онемевшим щекам. Спасибо. Опускает она глаза. Спасибо, что сказали. Я позвоню, если на этих словах у нее заканчивается дыхание. Еще раз соболезную. Тинант кивает женщине, потом снова оборачивается к тебе и понижает голос. Надо выйти и поговорить. Положите одно из них читательский билет и выйти из комнаты. Да, наверное, как-то так. Вы молодец, говорит Лизиана. Стоит вам выйти наружу. На балконе прохладно и тихо. Видно, район впечатляет. Что теперь? Когда закончим сегодня с делами, я позвоню в участок и сообщу им имя погибшего. Что насчет билей детишек? Они справятся. У них просто нет выбора, это их жизнь. Хорошо. Значит, дело закрыто. Труп на пирсе. Он кивает. Идемте. А, труп на пирсе это среда. Завершено. Уж не знаю, насколько это читерский способ проходить проверки с загрузкой. Но я прохожу только спорные проверки с загрузкой. Ну, стараясь, по крайней мере. Потому что... Мне кажется, мы теряем что-то очень ценное, если не проходим их. 28. А, он сейчас не откроет его, тут нет. Нам сюда. Я хочу сейчас бегать еще, наверное, на пирс. Но я хочу поговорить с девушкой-художником. Если получится, пойдемте сейчас в ту сторону. Так, это у нас... Там, где риэлтор был, да? Старушенцы. О, кстати, а что это за место? Почему я этого раньше не видел? 16 дней холодного апреля. Взаимодействовать. Ты держишь в руках 16 дней холодного апреля за авторством Екатерины Дал. На обложке изображен ряд бетонных зданий, вид, над которыми раскинулся через... А, над которыми раскинулась черно-белая радуга. Тяжелая. Да, книга кажется необычной, тяжелой. Будто обложка сделана свинцом, а она длинная. Ты перелистываешь страницы, они тоньше, чем тебе казалось, а шрифт очень маленький. У Борис, ты в книге почти 600 страниц. Хм, стоящее искусство должно быть плотным и сложным. Если чтение не похоже на битву с лютым медведем, то грош ему цена. Положить книжку обратно. Погодите, давайте я ее прочитаю, наверное, в следующий раз. Я думаю, на этом сегодня будем заканчивать. Я книжку-то забрал, сейчас мы вот сюда вот выйдем. На свежий воздух. И, наверное, пора бы сохраняться. Не потратить очки на стойкость, легко сказать. Хочу поговорить с ней в следующий раз. Еще, наверное, пойду на причал, и нам нужно будет сделать еще пороще. Надо в ломбард заглянуть. В общем, дел хватает. Спасибо, что были с нами. Видимся там в следующих сериях. Пока что, всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok